здравствуйте дорогие товарищи сегодня с вами снова я а вы со мной ну короче говоря мы вместе как пел константин кинчев которого я очень люблю кстати говоря и музыку его люблю и самый отличный парень да о чем я о том что хочу поблагодарить вас за то что пишите комментарии читать их очень приятно и мои ролики являются всего лишь толчком к тому чтобы мы обсуждали ту или иную пластинку ту или иную музыку высказывали свое мнение и приятно проводили время хочу сказать следующее если мне память не изменяет а может быть и изменяет уже по моему евгений замятин написал такую фразу если такая фраза в одной из книг русский человек может расти и туда и обратно ну я бы сказал что вообще любой человек может расти туда и обратно было бы желание причем и туда и обратно это примерно одинаковое одинаковое развитие и туда развитие и сюда развитие и одно не хуже другого совсем поэтому я предлагаю сегодня расти обратно все мы вместе да мы вообще все время растем обратно когда эти ролики смотрим потому что музыки достаточно древние я говорю хотя музыка возраста не имеет как я уже неоднократно озвучивал а возраст имеет только момент записи этой музыки ну вот эта музыка записана очень давно записана она опять таки дай бог памяти в 1949 году и в 50-м годах за три приема три сессии звукозаписи случились первое в сорок девятом соответственно 2 в сорок девятом третье в 50-м а вышла эта пластинка которая называется birth of the cool майлз дэвис в 1957 и к разговору о первоизданиях первопрессах ну первопрессы ладно бог с ними а к разговору об изданиях значит записана в сорок девятом пятидесятом после этого дискретно по четыре песни выходили я так подверждаю что на 78 оборотов в течение пяти лет это были первоиздания потом в 57 вышел альбом из этих трех сессий в семьдесят первом году вышел еще один альбом тоже birth of the cool не помню там название немножко изменено дополненный вариант весь материал который был записан на этих трех сессиях здесь здесь он не весь хотя это канонический альбом birth of the cool дискографии милса дэвиса такой вот стопроцентный номерной альбом но тем не менее 71 года издания она дополнена еще а в девяносто восьмом году не побоюсь этого слова вышел еще один альбом но на компакт-диски где были все вот эти вещи которые опубликованы в 57 и в 71 плюс еще концертные записи этого замечательного коллектива в котором играл тогда майлс дэвис а коллектив образовался господи боже опять растем и обратно в 1947 году майлс дэвис встретился не первый раз уже а уже по делу по существу встретился с гиллом эвансом известным уже тогда джазовым аранжировщиком композитором и оба они были недовольны происходящим майлс дэвис играл в ансамбле чарли паркера он пришел туда вместо дизи гелеспи который ушел от паркера пришел до майлс дэвис и майлс дэвис одуревал просто от работы с паркером потому что в принципе надо было играть в принципе одно и то же в принципе одно и то же разные очень композиции но бибоп такая штука что в основном все было построено на высоком звучании духовых инструментов саксофон труба и импровизации в бешен бешеным темпе задавалась тема да ну слушать это интересно но когда это играешь каждый день в клубе конечно нужно немножко одуреть если у тебя есть желание расти если его нет если если есть желание расти не туда и обратно а расти внутри себя вот так вот как чарли паркер все время внутри себя он рос глубже 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 погружался в себя в бибоп в этот в бешеный темп а дэвису хотелось чего-то 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 другого что-то вовне этого самого бибопа и он ушел от паркера стал искать новую музыку и нашел ее в лице мыслей гила эванса который предложил создать небывалый по тем временам джазовый состав то есть убрать тенор саксофон лидирующие и завывающие из страшном темпе играть и собрать такой состав который был собран значит я напомню это два саксофона труба баритон собран баритон и альтсаксофоны тромбон валторна туба и ритм секция на альтсаксофон был приглашен ликонец который здесь играет вовсю а баритоном овладел джерри моллиган собственно тройка музыкантов майлз дэвис гил эванс и джерри моллиган и а являлись ядром нового вот этого состава который играл абсолютно другую музыку но сейчас такое количество джаза уже такое количество самых разных стилевых отклонений все перемешалось все перепуталась и это пластинка может показаться не выделяющиеся из общего ряда хотя на самом деле если проследить по годам то что происходило в джазе то есть вот бип-боп этот самый чарли паркерский дизи гелеспи да и много много кого еще я не специалист большой по джазу так что я просто то что где-то вычитал вспоминаю то что услышал то свое мнение о музыке высказываю вот то здесь конечно вот берстов даку мне очень нравится это название до кул же это не только прохладные это еще и крутой рождение прохладного джаза до кул джаза рождение крутого майлза дэвиса собственно говоря здесь и родился тот самый музыкант майлз дэвис которому к которому мы привыкли к музыке которого мы привыкли бип-боп это бип-боп это все наяривают как говорил дизи гелеспи мы играем панк то есть выходим на сцену и начинаем рубиться кто быстрее а берут даку кул это что играл майлз дэвис дальше это уже более интеллектуальная музыка более изящная более изысканная более спокойная вдумчивая хотя и быстро тоже довольно часто иногда агрессивная но не такая как бип-боп развеселая разудалая а все-таки с мыслью внутри себя внутри себя в основном внутри себя и иногда эта мысль доходит и до слушателя чаще всего в общем начали они репетировать и играть вот этот самый прохладный джаз а гил эванс как раз стремился не к импровизационному джазу а к написанным композициям к оркестровкам и получилась такая штука странная довольно которая которую люди приняли джазовые люди приняли очень насторожен потому что с одной стороны звучание почти биг-бенда большая очень духовая секция 9 человек ансамбль выходил на сцену 9 человек тромбон туба волторна два саксофона труба и ритм секция с одной стороны почти биг-бенд а с другой стороны прохладно спокойно с сольными партиями очень изысканными очень точными сложными но внятными и понятными никаких никаких уходов космической импровизации а очень все точно и и проникновенно можно так сказать это было ново для того времени для нашего времени уже конечно нет но послушайте этот альбом он настолько хорош по музыке настолько приятен если это слово уместно вообще и в то же время совершенен по исполнению мастерство музыкантов но здесь слышно как как это все играется как как технично как чуть не сказал в общем очень-очень здорово джеру для первая вещь ну джеру ладно вот мне хочется сказать если желательно понять что такое вообще кул джаз вот этот самый который был изобретен практически здесь то пьеса 1 на второй стороне бопли сити который называется первый первый слог боб и кажется что сейчас будет боб бебоб но нет здесь как раз тот самый вот идеальный кулок и пошла мелодия пошла труба пошел саксофон пошел весь оркестр и никуда не 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 толкает тебя куда-то бежать суетиться а очень красивые мелодии и и и все очень сдержанно очень сдержанно и и в общем не оторваться от этой пьесы она идет три минуты всего не успеете устать так что очень здорово израил следующий номер на второй же стороне он более более угловатый немножко угловатый сложный по гармонии резкий немножко со сбивками больше напоминает уже такой big band big band of big band of sky звучание но тем не менее все равно вот эта сдержанность вот этот это интеллигентность интеллектуальность в партиях она присутствует и пьеса майлса дэвиса deception 3 номер на второй стороне это уже классика майлса дэвиса практически то что будет все то что будет дальше такая отправная . но для меня на мой вкус на мой взгляд я говорю что я не специалист я не слышал все что там было вот мне кажется вот это deception я бы оттолкнулся уже к kind of blue туда вот в эту сторону пришел бы рокер следующий номер это произведение моллигана с прекрасным баритон саксофоном который не не перекликается с трубой дэвиса а очень точно все играют на своем месте сначала играет моллиган потом играет соответственно дэвис друг другу никто не мешает все точно прописано и выплывает выплывает остальная духовая группа такими волнами эту музыку сравнивали кто-то сравнил с музыкой мариса равеля вообще кроме того ее сравнили с произведениями баха с по живописности того что происходит здесь музыки сравнивали с пикассо то есть рецензии были вот такого рода это настоящее искусство это настоящая серьезная музыка хотя и джаз казалось бы джаз веселый да такой джаз себе джаз а джи ру я начал с чего начинается вся эта наша история биржу в деку это унисонное звучание всей пачки духовой но не зверское такое биг-бендовое такое когда все неистово дудят свои металлические приспособления называемые музыкальными инструментами опять-таки конкретная внятная точная красивая мелодия и конечно помимо того что в унисон вся пачка конечно соло дэвиса очень очень легкая вообще здесь все очень легко здесь нет никакой натуги никакого напряга все играют легко но за этим конечно огромный труд стоит огромное количество репетиций огромное количество мысли все написано все партитура расписана все это не непросто делается но вот эта легкость как стихи пушкина да где 28 тонн черновиков а потом рождается стихотворение которое кажется легким изящным как будто она вот прямо вылетела родилось у нас на глазах а за этим стоит вот там вот это вот это перечеркнул в общем пластинка замечает а мув вторая пьеса вот здесь дикая скорость но не бивоповская скорость а просто скорость просто хорошая скорость с коротенькими барабанными соло соло и дэвиса соло маллигана соль соло лей конвитса конница прекрасного саксофониста и просто все замечали буду очень очень сложная аккордовая такая вещь тоже быстрая все меняется все все полно неожиданностей но неожиданности не диссонирующих не раздражающих а каких-то их удивительных открытий birth of the cool рождение крутого я скажу так рождение мальса дэвиса того как которого мы любим пошел пить пока а и